В городском отделе полиции проходит инструктаж автоинспекторов, которым предстоит выехать на улицы Черкеска. На дежурство вот-вот заступят 25 нарядов дорожно-патрульной службы. Контроль за ситуацией на очагах аварийности, проверка внесения изменений в конструкцию транспортных средств, а также выявление автомобилей, которые значатся в розыске по тем или иным видам правонарушений. Будут применяться скрытые патрули. Сегодня будет задействовано 25 нарядов ДПС. Из них 6 нарядов скрытого патрулирования. Скрытое патрулирование будет патрулировать не на основных маршрутах, а на уже других улицах и дорогах, которые будут выявлять административные правонарушения и передавать ближайшему наряду для задержания. Основная их цель будет выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и лица в состоянии опьянения. Профилактике уделяется особое внимание. Совершенное правонарушение – это чаще всего причиненный кому-то моральный или материальный ущерб. Задача автоинспекторов – сделать все возможное, чтобы действия участников дорожного движения соответствовали букве закона. Лишь тогда можно не беспокоиться за безопасность на дорогах региона. В городе Черкесске они имеют больше профилактический характер. Как мы знаем, это столица республики, куда съезжается больше транспортных средств. И хотелось бы напомнить, кроме того, будут применяться меры административного воздействия к транспортным средствам с пленочным покрытием. Если приводить статистику, то пленочное покрытие сокращает видимость водителя, что может привести к наезду пешехода, либо же столкновение с впереди идущим транспортным средством, а также, когда водитель движется задним ходом. В таких рейдовых мероприятиях участвуют не только автоинспекторы. Так, на некоторых улицах Черкеска вместе с дорожными полицейскими нередко дежурят кинологи со своими четвероногими помощниками. Кемалу Салпагарову не впервой приводить на место проверок транспортных средств двух питомцев. Эта собака у нас по выявлению взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов. Эта собака у нас по выявлению наркотических средств и наркотических веществ. А сколько времени готовят таких собак, чтобы они успешно выполняли поставленную задачу? Ну, в среднем от 6-7 месяцев. Автоинспектор останавливает транспортное средство, проверяет документы. Собака изучает содержимое багажника и салона на наличие запрещенных веществ. По словам патрульных, такие меры нередко приносят результат. У кого-то изъято незаконно провозившееся оружие, другие прятали в салоне наркотические вещества. Безопасность должна быть во всем и для всех. Госавтоинспекция при остановке транспортных средств особое внимание уделяет на водителей. Если водитель вызывает подозрения, то задействуются сотрудники кинологических служб для ее осмотра. Как мы знаем, у них одна собака направлена на выявление наркотических средств, а другая на взрывчатые вещества и порох. В настоящее время имеются факты выявления собаками таких травматического оружия, которое находилось под сидениями или в бардачке, который водители не предоставляли для осмотра. Далеко не каждому человеку в радость столь пристальное внимание со стороны полицейских и четвероногих. Но это куда лучше оставленного без проверки потенциального нарушителя, действия которого могут привести к непредсказуемым последствиям. Вскрытые патрули также не катаются без дела. Передвижные группы оперативно выявляют на трассах лихачей, которые, пренебрегая здравым смыслом, создают угрозу жизни и здоровью для остальных участников дорожного движения. Те же свадебные кортежи при определенных условиях могут стать угрозой для безопасности окружающих. А значит, в таких ситуациях необходима незамедлительная реакция полицейских. Попутно попадаются транспортные средства, которым место на свалке автомобилей, а не на дорогах. Один без регистрационных номеров, другие сильно потрепаны жизнью или нерадивыми владельцами. Иногда внесенные в конструкцию изменения не несут какой-то неотложной необходимости, а являются скорее желанием создать уникальное в своем роде средство передвижения. Вот только стоит понимать, что, к примеру, такой фонарь в темное время суток может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Не всякий водитель издали распознает, что именно к нему приближается. И все же наиболее часто встречающимся видом правонарушения является тонировка. У разных стекол пропускная способность света может быть разной. Так, на лобовом и передних показатель должен быть 70%. Причем проверка может проходить даже в ночное время. Приборы позволяют это сделать с высокой степенью точности. В случае составления протокола придется расстаться с суммой в 500 рублей. Не менее важными считаются и проверки на дорогах в районе курортных зон. Так, трасса от Архиза до Романтика – одно из наиболее притягательных мест для любителей прогулок на квадроциклах или мотоциклах. Приезжающие в Карачаево-Черкесию люди желают получить весь заявленный спектр услуг. При этом они далеко не всегда беспокоятся о том, имеют ли право, к примеру, управлять подобным транспортным средством. Не менее бездумно порой действуют и собственники квадроциклов. Экономя на многом, они в какой-то мере подставляют своих клиентов. С чем связан интерес правоохранительных органов к тем, кто передвигается на квадроциклах? Сегодняшние профилактические мероприятия госавтоинспекции направлены на пресечение административных правонарушений, связанных с управлением квадроциклами, без категории допуска, категории D, а также без мотошлемов, средствами индивидуальной защиты. Есть те, кто предоставляет услуги, а есть те, кто просто передвигается. Кто несет ответственность, если не соблюдаются правила? Ну, как участник дорожного движения, перед началом управления транспортным средством, каждый должен убедиться в наличии всех своих документов. В связи с чем, нарушителем будет являться лицо, управляющее мотоциклом, квадроциклом. Собственнику необходимо убедиться в наличии у человека, который пытается сесть за управление транспортным средством, категории D, а также он обязан ему предоставить средства защиты. Мы пообщались с некоторыми туристами. Не у каждого есть нужная категория вождения. Однако для собственников квадроциклов важнее, чтобы им платили деньги. С остальным, видимо, люди пусть потом сами разбираются. Эти отдыхающие приехали из Волгограда. За кота в мешке, то есть за транспортное средство без номеров, они заплатили 8 тысяч рублей. Гости республики только что сели на квадроцикл, но вместо трех-четырех часов прогулок с ветерком по горной местности имели все шансы вернуться ни с чем в гостиницу. Сейчас вы катаетесь на квадроциклах. Есть ли какие-то документы для того, чтобы вводить таким транспортным средством? И вам предоставили шлема, которые необходимы действительно? Да. Шлема необходимы? Да. Но проверяли, допустим, обслуживающая организация, спрашивала, например, есть ли у вас... Права? Наличие возможности управлять транспортным средством? Да, спрашивали. Да. А то, что у транспортного средства нет номеров, но понятно, что это не туристов вина. Ну да, как бы, мы же не можем контролировать эти вопросы. Наличие номеров. Ну, наверное, каждый раз, да, так приезжаете, ну как, ежегодно? Впервые. Впервые? Да, первый раз. Первый раз, да, первый день, поэтому вот так вот решили развеяться. И сразу все, приехали. Автоинспекторы постоянно напоминают владельцам квадроциклов, что те несут ответственность за безопасность своих клиентов. Нет чего-то из необходимого перечня требований, придется объясняться. Кто-то понимает сразу, другие постоянно ходят по лезвию ножа, а вось повезет и не попадутся. Поэтому пока одни туристы спокойно катаются по дорогам Карачаево-Черкесии, другие вынуждены вступать в разбирательство со стражами порядка. Этим гостям республики не пришлось долго объясняться с автоинспекторами. Предоставившая им транспорт организация предусмотрительно позаботилась обо всем. Поэтому планам ничто не помешало. Впрочем, всем приезжающим на отдых людям стоит понять. Необходимость проверок автоинспекторами тоже взялась не из воздуха. Статистика – вещь упрямая. За 9 месяцев на территории Карачаево-Черкесской республики зарегистрировано 40 дорожных транспортных происшествий с участием квадроциклов и мотоциклов. Один человек в результате которого погиб. В связи с чем рейдовые мероприятия проводятся на всей территории республики, особенно в Зеленчугском районе и Карачаевском районе, где больше всего находятся данные категории транспорта. Но рейдовые мероприятия все-таки привели в итоге к результатам, что, как мы видим, люди передвигаются с использованием как минимум средств защиты. Да, в настоящее время при проверке документов у всех мы видим наличие водительских удостоверений, также мы видим средства индивидуальной защиты. Действительно, благодаря как раз таким рейдовым мероприятиям собственники квадроциклов стали активнее регистрировать свои средства передвижения, позаботились о приобретении предметов защиты, которые не исключено кому-то сохранят здоровье или спасут жизнь. Осталось сделать так, чтобы прописанным правилам следовали все, кто оказывает подобного рода услуги. К слову, помимо квадроциклов проверялись некоторые внедорожники. Какие-то из проезжавших машин были переполнены пассажирами. Кроме того, в саму конструкцию транспортных средств внесены существенные изменения. Все это также послужило основанием для более длительного диалога с представителями полиции. И даже если кому-то подобное общение не в радость, профилактические беседы, как показывает практика, порой приносят положительный результат. Каждый из участников дорожного движения должен понимать, что на трассе он несет ответственность не только за себя, но и за окружающих, своих пассажиров, водителей других транспортных средств, а также за пешеходов. Лишь полное следование правилам дорожного движения может сделать поездку безопасной и комфортной. В то же время за последние несколько месяцев увеличилось число происшествий с участием пешеходов. В частности, это касается наездов автотранспорта на переходящих дорогу людей. Дополнительным напоминанием о важности всегда быть бдительными на трассе стала очередная акция автоинспекторов «Засветись». Полицейские призвали жителей оставаться заметными на проезжей части. Так стражи порядка прошлись по городскому парку, раздавая фликеры и рассказывая правила передвижения со светоотражающими элементами. Безопасность на дорогах зависит не только от водителей, но и от самих пешеходов. На территории Карачао-Черкесской республики у нас проводится однодневная акция «Засветись», которая у нас направлена на то, чтобы популяризировать использование соотражающих элементов в темное время суток на одежде и на аксессуарах. Мы проводим данную акцию с целью сократить и сблизить максимально к нулю количество дорожных транспортных происшествий, связанных с наездами пешеходов. К сожалению, статистика не самая лицеприятная на территории Карачао-Черкесской республики. С начала текущего года было зарегистрировано 73 дорожных транспортных происшествий с наездами пешеходов, в которых у нас погибло 6 человек. И ситуация довольно-таки непраздная. Понятное дело, что ситуации бывают различные. Бывает такое, что у нас виновником ДТП, связанных с наездами пешеходов, бывают как водители, так и пешеходы. Посему мы стараемся при проведении данной акции беседовать как с пешеходами, так и с водителями. По словам пешеходов, они далеко не всегда успевают оперативно реагировать на действия водителей. Те пугают высокой скоростью своих автомобилей. Полицейские стараются довести до участников движения всю необходимую информацию. Объясняют, как правильно переходить дорогу и использовать светоотражающие предметы. Насколько важно, чтобы иметь светоотражатели, когда переходишь дорогу, и как ты сам вообще переходишь? Я использую обычные правила насчет светофора, переходить только на зеленый для пешеходов, а смотреть налево-направо, а потом уже идти. И светоотражатели – это важная вещь. Ночью, если будешь гулять, это не пригодится. Хочется обратиться к водителям, чтобы они останавливались на красный свет, потому что это такая есть проблема. Почему-то вот один человек, но пролетит на красный свет с огромной скоростью. Например, вот на улице Октябрьской. У меня внуки там ходят в школу. И постоянно это проблема. Мы стоим, говорим, что посмотри направо, затем налево. Можно идти. И вот один человек все время находится, который мчится просто. Вот хотелось бы, чтобы водители думали и о детях, и о людях, пожилых, и вообще о людях. Красный свет, значит, надо стоять. И в определенных местах, особенно, где школьные учреждения. Применение светоотражателей минимизирует риск наезда транспортного средства на пешехода в темное время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со светоотражающим предметом и сможет вовремя притормозить. Безопасность прежде всего, поэтому подобные акции необходимы. Отмечают сотрудники ГИБДД. Бывает такое, что ДТП случается и по вине водителя в темное время суток, также может быть и по вине пешехода. В большинстве случаев это зависит от того, что действительно пешеход у нас не видим, как положено бывает водителю. То есть заблаговременно он может его и не увидеть, ввиду того, что на данном участке автодороги возможно отсутствует, ну и не предусмотрено, в принципе, освещение, да. И вот из-за этого случается ДТП. Поэтому мы хоть хотим направить все наши силы сегодня на то, чтобы популяризировать, именно используя вот этих фликеров светоотражающих, которые позволяют заблаговременно водителю уже увидеть о том, что вот в проезжей части подходит или уже переходит через проезжую часть пешеход. Темные тона одежды делают пешехода практически невидимым и особенно в пасмурную погоду. По статистике наезд на человека происходит из-за невнимательного отношения к этому пункту правил дорожного движения. Поэтому каждый должен помнить, что порой из-за такого небольшого предмета можно сохранить свою жизнь. Профилактика происшествий на улицах населенных пунктов и на трассах важна. Это помогает автоинспекторам достучаться до собеседников, объяснить им, что правила дорожного движения – это не развлекательное чтиво, а свод требований, которые необходимо выполнять неукоснительно. Артур Мхцемиха Каракелян-Алибастанов. Специальный репортаж.